китай существенно ужесточил меры по сдерживанию распространения ковид 19 поскольку в стране все чаще наблюдаются вспышки заболевания новым штаммом дельта это может сдержать экономический рост страны и ударить по ее фондовым рынком считает президент и глобальный стратег independent strategist дэвид роше настроение инвесторов по отношению китайским акциям более ослаблены регулятивным давлением пекина национальная комиссия здравоохранения страны сообщила 143 новых случаях заражения коронавирусом на материковом китае в понедельник что является самым большим показателем суточной заболеваемости с января этого года китайские власти на прошлой неделе распорядились провести массовое тестирование в городе ухань где впервые был обнаружен коронавирус и ввели масштабные ограничения на передвижение граждан в крупных городах включая пекин некоторые экономисты выразили озабоченность по поводу радикального подхода китая к борьбе с ковид 19 который включает себя тотальные локдауны и массовое тестирование однако ранее подобные действия помогли поднебесной сдерживать предыдущие вспышки инфекции под контролем штамм дельта более заразен и его возможно будет сложнее обуздать что может повредить экономическому восстановлению страны предупреждают экономисты любые сбои в китайской экономике могут повлиять на глобальный экономический рост считает дэвид роше стратег объяснил что новые ограничения по всему китаю могут нарушить глобальные цепочки поставок большая часть которых связано с бизнесом китая он ожидает что рост китая в годовом исчислении в третьем квартале замедлится до 2 3 процентов по сравнению с ростом на 7 целых девять десятых процентов во втором квартале долгосрочной перспективе экономический рост китая установится на уровне от 5 до 6 процентов информация о полезных сервисах ресурсах и возможностях для инвесторов и всех кто управляет своими деньгами в любое время из любой точки мира можно вложить средства в стратегии доверительного управления на базе индивидуального инвестиционного счета сделать это можно всего в несколько кликов через мобильное приложение псб и в личном кабинете на сайте управляющей компании промсвязь с помощью онлайн-сервисов компании промсвязь вы можете отслеживать состояние вашего портфеля в удобное для вас время где бы вы не находились существуют две стратегии под ваши потребности доходность которых потенциально обгоняет ставки по депозиту стратегия консервативная подойдет инвесторам которые ориентируются на умеренный потенциальный доход при невысоком уровне риска стратегия перспективная рассчитана на инвесторов ожидающих высокой потенциальной доходности в долгосрочном периоде при умеренно агрессивном уровне риска стратегии подходят и для начинающих инвесторов а использование из позволяет увеличить свою выгоду за счет налоговых стимулов от государства вам понадобится меньше минуты чтобы оформить покупку из с доверительным управлением через мобильное приложение psb mobile открываем мобильное приложение psb переходим в раздел инвестиции а затем индивидуальные инвестиционные счета попадаем на витрину и из ду выбираем стратегию нажимаем оформить выбираем счет списания и вводим сумму покупки подтверждаем операцию кодом из push или sms ссылка на сервис в описании под этим видео количество вакансий сша достигла нового рекорда в июне на фоне сообщений о том что страна продолжает сталкиваться с нехваткой рабочей силы согласно данным министерства труда последний день месяца число вакансий подскочила на 590 тысяч до 10 целых 1 10 миллиона предложений по трудоустройству этот показатель вырос по сравнению с рекордными девятью с половиной миллионами вакансий в мае и значительно превысил ожидания экономистов ситуация разворачивается на фоне того как компании пытаются найти работников таких сферах как развлекательный и гостиничный бизнес поскольку экономика страны восстанавливается после пандемии безработица в сша выросла до 14,8 процента в начале марафона коронавируса но в этом году экономическое восстановление заметно ускорилась однако несмотря на ослабление ограничений люди не спешат вернуться на свои рабочие места по мнению экспертов это было спровоцировано щедрыми пособиями по безработице и изменениями в отраслях вызванными последствиями пандемии некоторые также считают что предлагается слишком много низкоквалифицированных рабочих мест официальные данные по безработице в июле показали что страна возможно выравнивает ситуацию поскольку занятость выросла на девятьсот сорок три тысячи человек уровень безработицы также снизился на пол процента до 5,4 процента однако эта статистика может быть омрачнена воздействием штамма дельта который может вынудить власти ввести новые ограничения нью-йорк уже заявил что все клиенты и персонал ресторанов спортзалов и других предприятий закрытого типа должны будут быть полностью вакцинированы от коронавируса а крупная городская автовыставка которая должна была пройти с 20 по 29 августа была отменена из-за опасений роста заболеваемости данные министерства труда показали что число занятых выросло до 6,7 миллиона человек увеличившись на 700 тысяч по сравнению с маем что является вторым по величине ростом показателя с тех пор как правительство начало отслеживать эти данные в 2000 году наибольший рост числа вакансий в июне наблюдался в сфере профессиональных и деловых услуг розничной торговли а также услуг размещения и питания некоторые экономисты полагают что на им персонала будет расти и дальше поскольку школы вновь откроются в сентябре и все больше штатов постепенно откажутся от экстренных пособий по безработице экономисты все больше уверены что уровень безработицы в сша достигнет привычного уровня в следующем году акции южнокорейской компании крафтон инкорпорейтед стоящий за созданием культовой видео игры pubg упали на 20 процентов после дебюта на бирже во вторник аналитики объясняют падение акций второго по величине ipo южной кореи их высокой стоимостью и рисками в области регулирования рынка в китае поскольку игровые компании столкнулись с неопределенными перспективами в будущем после того как регуляторы китая жестко обрушились на ряд секторов изменив правила игры введением новых норм указаний и правил по данным refinity fake он акции крафтон открылись с понижением на 9,9 процента по сравнению с ценой ipo в 498 тысяч вон что стало самым низким торговым дебютом в южной корее с тех пор как lg philips ныне lg дисплей впервые стала публичной в 2004 году акции закрылись на 8,8 процента ниже цены ipo оценивая компанию примерно в 19,32 миллиарда долларов крафтон в январе-марте получила 87 процентов своей выручки в азии за исключением южной кореи большая часть которой по оценкам аналитиков приходится на продаже в китае акции tencent и глобальных игровых компаний с китайским участием таких как activision blizzard упали на прошлой неделе после того как издание economic information daily которая аффилирована с официальным агентством синьхуа назвала онлайн игры духовным опиумом tencent быстро заявила что будет и дальше ограничивать доступ несовершеннолетних к своей флагманской видеоигре честь королей тем не менее крафтон привлекла 3,75 миллиарда долларов даже после того как компания снизила план по сбору средств на четверть после того как регулирующие органы приказали ей пересмотреть свои заявочные документы подробнее об этих и других новостях читайте на сайте finversia.ru ссылка в описании под видео программа яна арта 1001 секунда об экономике на прямой связи со зрителями что происходит с российской экономикой сегодня и что можно ожидать курс рубля и курс доллара золотовалютные резервы фондовый рынок россии четырехдневная рабочая неделя управление российской экономикой советское экономическое наследство заработная плата в россии почему растут цены нефть и сырьевая игла 15 августа 18.00 по московскому времени на финверсия тв смотрите и задавайте ваши вопросы в прямом эфире